Счастливые отношения И прилепятся к жене своей И будут двое, одна плоть Эту красавицу зовут Чародейка Она выжила во время пожара Действительно, красавица Мы в деревне Верхняя Романова На границе Московской и Тульской областей Здесь в ночь с 19 на 20 июня Произошел страшный пожар Он уничтожил конюшню И жилые помещения Большого хозяйства Сергея и Татьяны Степановых Казалось бы, такие события Ставят точку В деле всей жизни Но этого не произошло И жизнь продолжается И дело у Степановых тоже кипит Вот о жизни, о делах А также о лошадях О сыре Об особенных людях и об особенных детях Мы сегодня и поговорим с нашими героями Сегодня программы и будут двое В гостях у Сергея и Татьяны Степановых Когда Сергей и Татьяна решили променять жизнь В центре столицы на деревенский быт Они даже не подозревали, что тем самым Изменят судьбы множества людей Их дом в Романово под Серпуховом Стал центром реабилитации Для особенных детей и молодых людей С каждым годом все больше ребят С аутизмом и синдромом Дауна Получают здесь профессии Которые помогают им становиться самостоятельными Зарабатывать и брать свою жизнь В свои руки Несколько месяцев назад пожар едва не уничтожил Дело Степановых Но опускать руки они не собираются Когда в храме Александра Невского К нам подошел наш духовник с Альчикой Протерея Игорь Фомин Замечательный священник И сказал Ребят, тут вот у хороших людей беда случилась Вы не могли бы съездить, поговорить Может быть, там, помочь как-то Рассказать об их истории Мы были внутренне готовы к тому Чтобы приехать сюда и увидеть Тепенище Ну, да Причем как в буквальном смысле Так и, вот, знаете, увидеть людей Таких раздавленных А перед нами сидят абсолютно спокойно Равновешенные люди Хотя я понимаю, что, конечно же Не сказаться Вот эта вот беда, которая случилась Совсем недавно На вашей жизни не могла Так ведь? Да, безусловно, конечно Это была непростая Очень жизненная ситуация И недавно Буквально неделю до пожара Я читал Одну Очень интересную Одного замечательного Старичка Который писал Про покаяние Да, и вот он как раз писал о том Что истинное покаяние Было того самого разбойника Который висел на кресте Справа, да И говорил, что Должные по грехам нашим получили И вот Насколько ты можешь Как бы, видя Что-то происходящее Такое непростое Да, в твоей жизни Сказать, что это Собственно говоря Ну Ты это заслужил Да, ты это заслужил Должно было произойти Ну, в общем Принять как-то волю В данном случае Божию О том, что произошло И, конечно, оно не осталось Бесследным Вот Мы, естественно, не раздавлены И не подавлены Наоборот Мне кажется, что Это дало какой-то Определенный толчок В движении К развитию Да Ну, вот Татьяна-то говорит Да, конечно Но вот Мы сейчас за кадром С ней говорили О том, как она Проснувшись Увидев Услышав Ничего не понимая Отдавала какие-то Распоряжения Что-то делать Звонила там В пожарную К пожарным Еще что-то Лошадей выводить Лошадей выводить Давала распоряжения Как это было? Ну, как это было? На самом деле Никто не знает Даже следствие Вот Я проснулась от того Что Сережина мама Кричала, что мы горим И буквально в чем есть Спустилась Влетела в конюшню Думаю, что делать Разбудила Конюха Чтобы он выводил лошадей Пошла звонить пожарным И сыну своему Он тоже пожарным работает Ну, в общем А потом как-то все Ну, как в тумане Это была не просто конюшня Как и, впрочем, все Если там вот Заходишь в ваш магазинчик Вы видите сыр И понимаешь, что это не просто сыр Это сыр Сделанный Здесь Руками Особенных ребят И в конюшне В этой Это тоже было больше Чем конюшня И вот то, что сейчас Восстанавливается Я так понимаю Будет продолжение Этого дела Вот расскажите Об этой истории Вот что это такое Давным-давно Таня Имела лошадь Лошадь Стояла далеко Таня к ней ездила Периодически Таня меня Как бы пыталась Затащить в тему Конников Кататься я более-менее Научился на лошади Но так как Таня Мне это не очень Интересовало Тут появилась Замечательная история Про ипотерапию Таня пошла Поучилась Две недели И говорит Такая вот Здоровская вещь Так помогает Людям Вот ипотерапия Это значит Лечение с помощью Лошадей Грубо говоря Ну я Собственно говоря На это тоже Так особо Не отреагировал Нетрадиционные виды Медицины Меня как-то мало Тогда тоже увлекали Но Она настояла И Притащила меня На международную конференцию По Значит Ипотерапии Где Были очень интересные доклады Были Серьезные медицинские работники Хирурги Нейрохирурги Я вышел С этой конференции Уже совершенно другими глазами Смотря на лошадей Вот И на Так сказать Ипотерапию в целом И В это же лето Или на следующее лето Уже не помню Мы поехали волонтерами Я значит Очень хотел Поехали волонтерами В лагерь Реабилитационный лагерь Где впервые Я увидел Ребят с ментальными нарушениями Ребят с аутизмом Что потом Собственно говоря Эта встреча Вот Она изменила все потом Уже Всю жизнь Я как-то Проникся что ли Не знаю Я увидел вот эти глаза Этого человека И для меня это было Каким-то Своеобразным открытием И Когда я работал В реабилитационном центре В Московском И мы с коллегами Значит Вели молодежный клуб Ну Я тогда еще был Совершенно зеленый Да Я вот пришел На все смотрел Вот Но уже тогда Хотелось просто Их вытащить Из стен Реабилитационного центра Чтобы они могли Почувствовать Какую-то более Самостоятельность Там Как-то Значит Вырасти Над собой Попробовать Какие-то новые опыты Да жизненные Вот И мы над конюшней Построили Шесть комнат Маленьких комнат Как купе Практически У вагона И вот В 12-м году В июне 12-го года Был первый заезд Такой вот Значит Нашего Такого Проекта И с этого момента Стали приезжать Уже ребята постоянно Мы достраивали Достраивали Доделывали И в итоге Это выросло Достаточно большой комплекс Вот И это Получается Ваша Семейное Общее дело Сергей Я правильно понимаю Что у вас ведь Не было Никогда Желания Переехать Из Москвы В деревню Это желание Подарила вам Татьяна Да Да Абсолютно И не было Желания Связать свою жизнь С лошадьми Это тоже Татьяна Конечно Никогда не думал Но получается Что Именно она Определяет В вашей семье Какие-то Стратегические Векторы Я бы не сказал Хорошо Мне очень важно Просто Как вот Распределяется Вот это вот Управление Своей жизнью В вашей семье Мне кажется Несколько иначе Когда два человека Друг друга Во всем поддерживают В какой-то момент И мысли Может быть Даже синхронизируются Ну вот Татьяна Вы же сказали Тогда Поделились Вашей мечтой Хотелось бы Жить в деревне Да И через две недели Сережа сказал Ты знаешь У меня тоже появилась мечта Я говорю Ну какая Жить в деревне От мечты До ее воплощения В жизни Иногда Проходит Очень много Времени И Даже когда Все получается Реализовать Я знаю Несколько случаев Когда люди В романтическом порыве Жить от земли Уезжали из больших городов Иногда даже Из мегаполисов В домик Вот эта идиллия Ну хватало Знаете До первого кризиса Это тоже К сожалению Часто бывает А первый кризис Например Когда у детей Закончились шоколадки И все Понимаете Сразу Ага И всем хочется Обратно И люди уезжают А вы остались Вы когда здесь Оказались Вы готовы были К такой жизни Как опыт Показал потом Или нет Нет конечно Это деревенская жизнь Мы Про нее Ничего не знали В общем Мы Конечно Проходили через Многие препятствия Вот Начиная От моего От нашего Старшего Сына Потому что Он абсолютно Не хотел езжать Из города Он говорил Что у меня друзья У меня здесь Все Вот Но потом Он сказал Спасибо И сейчас живет На соседнем участке Да Уже своей семьей Да То есть остался Уже сознательно Абсолютно Сам уже приехал Потом Дом Деревенский Абсолютно Неприспособный Тоже мы Топили печку И углем И травами И кололи Сами Ну в общем Ни разу не пожалели Нет Ну это как-то Все Надо было преодолевать Ну и преодолевали Но потом опять же Все-таки Храм Господь И все Как бы Было рядом Непреложено Поэтому Вот это интересно Но А в городе Разве не то же самое Вы знаете Храмов еще больше Да И Господь еще ближе Ну это Мне кажется Скорее не от места Зависит от нас Ну конечно Конечно Да Вот вы сами Ответили на свой вопрос Это не от места Зависит от Ну мы же не можем Как бы чтобы Господь К нам развернулся Мы же сами Должны разворачиваться Поэтому значит Здесь получилось Как-то лучше Развернуться Что-ли к нему Вот Татьяна Вы наверное знаете Как много женщин Задаются вопросом Вот Мое предназначение Вот где же У меня есть работа У меня есть семья Ну мне хочется Чего-то такого Где была бы я сама Как вы думаете Вы свое предназначение Нашли? Сложно сказать И ответить на этот вопрос Потому что Я как-то Ну Раньше конечно задумывалась И Наверное Если Все так гладко получается И лошади приходят сами И Мы в общем-то С ними Здесь Счастливо живем Наверное Я иду правильной дорогой Вот Долгое время думала Ну Чем я занимаюсь Ну Правильно ли я это делаю Я смотрю на лица Тех людей Которые к нам приезжают Заниматься Вот И вижу что Для них это радость Радость Общения с животным Радость того что Они могут сесть на лошади Проехать по красивой местности Научиться на лошади ездить И я так подумала что Наверное это То самое Наверное здесь Я на правильном месте А вы сами счастливы? Я? Конечно Да Конечно Так это же самое главное Да Для того чтобы это получилось Важен был вот этот Ну прыжок Можно сказать что И в неизвестность У вас в принципе Стабильная была работа Все хорошо И вот вот раз И так кардинально Меняете свою жизнь А это страшно вообще? Нет не страшно Интересно Захватывающе Далеко не каждый Отважиться Вот так вот раз И на 180 градусов Развернуться в жизни В другую сторону Будучи уже взрослым Сознательным человеком А вот Толчком все таки Что послужило? Вам очень сильно Этого хотелось? Конечно Когда человек Выбирает профессию Вот его манит Эта Звезда И он идет к ней Вот То же самое И у меня То есть я не могла Ничем другим заниматься Кроме как этим То есть я правильно понимаю Что важно верить В свою мечту И предпринимать Сознательные усилия В этом направлении Тогда получается Но вера Она вообще Во всем важна Это правда Да Без веры Ну ничего не получится Если человек не верит Что у него Это получится Зачем тогда Идти этим путем Вера в мужчину Это ведь тоже Очень важно Говорят За каждым успешным мужчиной Ну или почти за каждым Стоит Мудрая женщина Как вы относитесь К такому высказыванию Это про вас Нет? Знаю Я только знаю Что мы друг друга дополняем Друг друга направляем И поддерживаем Очень часто женщины думают Ну как Вот что мне сделать Чтобы он Наконец Там пошел Заработал денег Построил дом Или там Ну в конце концов Полку прибил Что мне сделать Уже я не знаю Как Ну он Как-то вот Все медлит А у вас Получается Что нет Ну бывает Полку прибиваю Я сама Все-таки Ну просто Я В какое-то время Поняла Что Мужчины Расхватали Все интересные занятия Наколоть дров Прибить полку Вот как Вот Поэтому мне очень нравится Этим тоже заниматься А потом Когда муж На четырех работах Ну как-то Ждать Очень долго Как вы думаете А кто из вас сильнее Вы или Сергей Наверное Сергей То есть Быть за мужем Это значит Что все-таки Вы Ведомая А он Лидер Конечно Для вас комфортно Это? Конечно Комфортно Вот это состояние Внутреннего кризиса Такое сложное Сочиненное Оно вам просто Незнакомо Судя по всему Ну были какие-то Кризисные ситуации Конечно И когда было тяжело Ну Всегда рядом Мы знаем Что есть Бог Всегда можно Попросить у него Поддержки И даже когда Случился пожар Я Потом услышала Как Жена Мама нашего старшего сына Говорила В какой-то момент Я увидела Что Вы упали на колени И мне было очень тяжело От этого Вот Всего Что я вижу Я говорю Ты знаешь Саша Я упала на колени Потому что Я понимала уже Что все сгорит Но Я не знала Выдержу ли я Это все И вот Я у Бога просила В этой ситуации Поддержки Чтобы Он дал мне сил Дал мне смирение И поддержал меня В этой ситуации А смирение Это про что? Это про то Что вы Смирение Про то Что произошло Просто Я уже ничего Не могла сделать С этим Вот Зачем это было нужно Нам Для испытания Или в назидание Или еще для чего-то Мы не знаем Но для чего-то нужно Ну это же Какое доверие Надо быть Как-то так Вот я о нем И просила Я помню Как вы рассказывали Про Идею Создания Вашего Реабилитационного Центра Вам Вот в этом Самом Неофитском Порыве Хорошем Захотелось Что-то сделать Для Бога Для людей И вы Задали себе вопрос А что именно Возможно И пришла Вот эта самая идея Я правильно понимаю Что это все-таки Взаимосвязанные вещи Ваше Нынешнее Вот это Прекрасное Ну служение По сути Реабилитационный центр И вашего церковления Да Это произошло В один момент Еще и в один момент Это то, чего я никогда Не пойму, Сергей Я объясню, почему Альчика Значит так Нам жить тяжело У нас нет практически Ничего из бытовой техники Стираем мы руками Дрова колем Дров не хватает Туалет на улице Давай помогать кому-нибудь Вот как так Ну вообще да Получается Как Не знаю Я тоже пытаюсь Вспомнить Но не могу Ну Лошадь Которая здесь была Вот Она Помогла Нескольким подросткам Из Серпухова С диагнозом ДЦП Детский серебряный паралич Да Вот И Мы видели Вот там Вот эти чудеса Которые происходили Да И не хотелось Останавливаться Понимаете Ведь Самое важное В этом Это видеть результат Когда Вы Вспоминаете О Вот тех ступеньках По которым Вы поднимались Вот В своем деле Открывая Все новые И новые Направления Деятельности Вашего проекта Татьяна Сказала Удивительную вещь Которая Меня Как мужчину Зацепила И заставила Задуматься Она говорит Что Вот приходит Ко мне Сергей С новой идеей Я смотрю на него И Вообще не понимаю Вообще Как это можно сделать Ну Это же вообще Нереально А потом Раз И оно Как-то получается И он Приходит С новой идеей И я опять Смотрю Ну вот Это точно Не получится Раз И получилось Что это За талант Такой Скажите 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 Один Один Терапия Центр Сережа Терапия говорить о тех, кто рядом находится. Ну и, конечно, здесь никогда нельзя забывать о том, что всё, что произошло, это, конечно, только по воле Божьей произошло. И люди здесь собрались, и лошади. И всё это как-то сложилось в какой-то пазл. А потом коровы ещё появились. Ой, с коровами, да, это вообще отдельная история. Таня падла в обрак, по-моему, каждый раз, когда только она узнавала о чём-то новом происходящем. Да, ну, замечательные друзья наши из Италии подарили сыроварню. То есть он производит эту сыроварню, он её подарил. Ну и прекрасно, шикарный подарок, царский. Ну а дальше-то всё, у нас молока-то нет. И мы побежали, значит, по соседям узнавать. 120 литров цикл её работы набрать, знаете, не так-то просто. Пришлось заводить коров. Ну и, в общем, вот так и так у нас получилась вот такая отрасль. Животноводство с результатом молочного производства в виде сыров. С потрясающими сырами. Сыры. Я правильно понимаю, что все сыры, у которых выдержка больше, они и стоят дороже, и вкуснее? Ну, насчёт вкуснее тут на вкус и цвет товарищей нет, а насчёт дороже, да, безусловно, конечно. Вот эти как раз полки у нас для более долгого созревания. Мне часто кажется, что выдержка – это такое свойство не только хорошего сыра, но ещё и очень хорошее мужское качество. Способность сказать себе, да, давай дадим этому время, не будем дёргаться, это как-то очень по-мужски. Интересно, да, действительно. Да, да, абсолютно согласен, конечно. Видошка очень нужна, очень нужна. И именно мужское, да, действительно качество. Я пытаюсь понять. У вас сейчас стройка. Ну, я так понимаю, это на пожертвования добрых людей, которые сочувствуют вам, и вы, в общем, не отказываетесь от любой помощи. Но вот ваш личный быт. Вы переехали сюда, вы остались там без привычных работ, без пока ещё поставленного хозяйства, чтобы кормиться со своего огорода. Какие-то элементарные предметы, необходимые лично вам. Вы вот как этим хозяйством обзаводились и откуда брались на это деньги? Ну, не так всё было радикально. Мы же всё-таки не так далеко от Москвы. Я ездил, продолжал ездить на работу. Вот, как бы мне этого и не хотелось. Вот, ну, ответственность за семью, она всё-таки была важнее. То есть вы ввели хозяйство здесь и ездили на работу туда? Да, я работал в тот момент на четырёх работах. Вот. Ну, потому что Таня уже давно не работала. Она же у нас родилась в тот момент... Родилась у нас Маша в тот момент? Родилась Маша. Третий ребёнок. Да, и поэтому я уже привык. Это было нормально совершенно. И тем не менее, быт действительно надо было как-то устраивать. Тогда в деревне газа не было. Да, я ещё был старостой деревни. Печка, дрова, которые надо было сушить, колоть. Для нас это был новый опыт. Естественно, мы выросли над собой очень сильно. Потому что каждый человек, который в своей жизни потопит печку дровами в течение месяца и поживёт в этом доме, он будет совершенно уже другого склада человек. Ну и вот в один прекрасный день, когда на всё на это ещё раз посмотрев, очень захотелось чего-то такого вот, какого-то такого яркого, белого, блестящего, чтобы стояло и мыло посуду. Я тебе говорю, Таня, давай купим хотя бы посудомоечную машину, потому что мыть посуду в этом не очень удобно. Но я переживал за неё, конечно, там всё, руки. Я сказала, что всё это дорого, не надо. Он говорит, ну, собираюсь с подарком. Если это будет Богу угодно, тогда я её куплю. Богу угодно. Ну и я, собственно говоря, зашёл в магазин бытовой техники, и прямо при входе стояла машинка, на которой было написано «Богу угодно», «БУ». Вот. Её я её и купил как раз. Именно таким образом. И очень многое, надо сказать, в нашей здесь, так сказать, домов Романово было «Богу угодно». Вот по такому же принципу? Ну да, да, именно по такому же принципу, да. Признаюсь вам, у меня есть мечта тоже вот взять, вырваться из пределов Третьего кольца и приехать в деревню. Надолго? Нет, вообще. А потом так трезво сядешь поразмышлять. Потому что у тебя жена, у тебя работа, у тебя собака, у тебя дети. Ну, какая тебе деревня, а? Но ты же перестань быть эгоистом. Когда вы принимали решение уехать из Москвы и отправиться в деревню, вы понимали, что это ответственность, и вы многим рискуете? Счастье в неведении, Александр. Многое не знали. И неизвестно, как бы мы переехали, если бы заранее знали. Не было такой вот, знаете, четкой линии горизонта, который разделял трудности, радости. Вот. Поэтому я не знаю. Наверное, мы просто хотели это сделать, а дальше уж как Бог даст. Слушайте, а как это соотносится с ответственностью? Ну... У вас уже тогда было трое. 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 Да, да. Трое. Красавица-жена. Тоже, причем с прекрасным образованием, с литературным прошлым. Ну, и давай поехали в деревню за лошадьми уберу. Ну, во-первых, это ее же была идея, не моя. Вот. А во-вторых, как-то... Все должно быть как и хороший сыр. Выдержано. Да? Она же ее вынашивала. Потом в какой-то момент мне скормила. Вот. Этот момент был достаточно... Как это сказать? Удобный. Нужный. И он лег на благодатную почву. У вас все равно такой современный подход? То есть, обычно деревня ведь, как представляется? Такой мужик, такой патриархальный уклад, такая робкая женщина, которая там дальше кухни не выходит. И она даже не спрашивает. Дорогой, а мы вот переедем туда или заведем это? А говорит, дорогой, как ты скажешь? И больше... Вы давно не были в деревне, Александр. У вас какой-то... Очень-очень, как сказать, несовременный взгляд на деревенских жителей, мне кажется. Вот благодаря вам и таким, я даже не знаю, как назвать, энтузиастам, мечтателям, сейчас блок громких слов, возрождается русская деревня и происходит наконец-то децентрализация России, когда жизнь уже не только как бы в Москве или в крупных городах, но она вот и здесь начинает как-то понемножку развиваться. Ну, так-то да. И самое главное, ведь здесь такая вот истина, да, если ты нашел дело по душе, то тебе никогда не придется работать. Поэтому... А вы хотите сказать, что вам не приходится работать? Ну, я вот с удовольствием здесь проведу время и сварю сыр. И это просто, это, знаете, все равно, как я, не знаю, я бы отдохнул где-то... Для меня это замечательное занятие. Романтики хватает ей в жизни или нет? Да, я думаю, что нет. Если бы был какой-нибудь романтикомер, да, и по которому можно было это, в принципе, измерить, он бы, наверное, показал. А я, ну, со своей колокольной думаю, что, наверное, нет. У нас устраиваются какие-то вечера, когда наши педагоги там преподают нам, вот... Неужели танцы? Да, да, конечно. Вот, например, один из наших педагогов, она прекрасно танцует разные варианты латины. Вот. И мы вечерами часто, в общем, собирались, то есть человек 9-10, и отплясывали. Что же все-таки определяет мужчину? Что делает мужчина мужчиной? Наверное, это вопрос, на который я всегда ищу ответ в наших разговорах. Я могу только про совокупность каких-то факторов сказать. Не могу выделить что-то такое важное, да. То есть мужчина должен быть и опорой, да. У него должна быть и выдержка, и честность. И многие, то, что мы пытаемся в жизни достичь вещи, ну, что-то такое вот выделить я, конечно, не могу. Вот. Часто, глядя на наших героев и глядя на вас, задаю себе вопрос. А если бы в вашей жизни не было веры? Если бы в вашей жизни не было Бога? Было бы это все возможно или нет? Инор расскажется, что вот выдерни из человека вот этот стержень, и рассыпется и семья, и отношения, и все. А с другой стороны, ну, нельзя же так ставить крест на тех, кто не ходит в церковь, не читает утром, вечером правила, да, то есть... Ну, не в правилах же делал. Да и в них тоже, знаете. Что было бы, если бы этот стержень у вас отсутствовал? Я даже не знаю, жив бы ли я был бы. Потому что после моего крещения в Москве, это произошло уже в сознательном возрасте, я сам, так сказать, принял это решение. Потому что остро почувствовал, что мне необходимо... Выжить. Ну, да, потому что я не из Москвы, я родился в другом городе. И когда все уже стало настолько неудобоваримо в душе, что вот я принял решение, что... А почему бы не покреститься? Ну, хоть как-то, хоть что-то, да, поменять. Вот. И после этого, конечно, я очень часто чувствовал и присутствие Божие. И, ну, это позволило уже потом не сомневаться, да. Не то, что там что-то, что-то там есть, а то, что действительно можно обратиться к отцу, да, и просто простым языком попросить. Я, знаете, до пожара много раз думал, как я смогу, допустим, пережить, если что-то такое произойдет. Ну, наверное, все верующие как-то себя вот проверяют, да, а вот смогу ли я там, а вот как вот оно вот будет. Я, честно говоря, очень часто себе представлял пожар, ничего другого. Ну, просто вот, а вот если он будет, а вот что? А вот как? Я понимал, что я, в принципе, ну, не сильно-то расстроюсь. Ну, как бы, я вот там с Таней делился об этом. Я действительно так думаю. Ну, ну, дал Бог, ну, вот, как бы, а сейчас вот так вот, да. И, по-моему, пророк Исаия говорил, что надо, как бы, я свои скорби и немощи возложил на Бога. Вот. Поэтому мне вот так проще. То есть, вы говорите про ответственность, да, ну, вот, я не знаю, безответственности ли это получается, что я все там возложил и сам такой, значит, ни о чем не думаю. Нет, конечно, но вот мое понимание, оно как бы такое. Вот. Я так слушаю вас, и у меня только один вопрос. А где время друг на друга-то брать? Вам времени друг для друга вообще, я даже не спрашиваю, хватает или нет. Оно есть? Хоть немножечко. Ну, если оно, как говорится, такое искреннее и важное для обоих, вот это вот, так сказать, то и 10 минут достаточно, и 15, побыть вместе. Вам-то может быть достаточно. Действительно, нам, женщинам, порой очень важно, чтобы муж, ну, вот, просто так, просто так, какое-то время там, посидел рядом, обнял, как-то утешил. Мы устаем, нам важно, чтобы привлекать внимание. Ну да, я знаю, что если у Анечки уголки губ опускаются, это значит, все, надо брать за руку и везти в соседнее итальянское кафе, как минимум, и посидеть там с ней часа два, и ни о чем не говорить о работе, ни о чем. Там просто смотреть на проходящих мимо прохожих или сходить в кино. Ну, это важно. Просто внимание, внимание. А вот как это уместить между вот всей вот этой вот, всем этим громадьем дел, вот чего я не понимаю. Совершенно непонятно. Ну, мы делали общее дело. Утренние и вечерние правила. Мы вместе. Вот так. А, кстати, это важно. Конечно. Я не шучу, абсолютно это так и есть. Ну, потом мы иногда выезжали на лошадях, когда прям вот очень-очень надо было. Да, почти как итальянское кафе. Ну, это романтика. Вместе на лошади. Да, здесь такие места просто манят, манят. Ну, наверное, не часто. Нет, не часто, конечно. Да, раз в год примерно. Ну, вообще, когда люди 21 века очень сильно устали, хотя бы раз в год, в принципе, большинство людей могут позволить себе отпуск. Нередко даже и уезжают куда-то люди специально в отпуск, чтобы отключиться. А у вас-то не получится, наверное, так. И как? Ну, вообще, я никогда не любила куда-то уезжать. Вот, это вот, вон, двигатель всего. Мне было хорошо и здесь всегда. Если человек занимается любимым делом, то оно ему не в тягость, в общем-то. И особо и не уставали. А потом очень часто переключались. Потому что, ну, отдых – это же перемены занятий. И мы то одним позанимаемся, то другим. То в храм съездим, помолимся, то тут и всё. Ну, поэтому находилось время на всё. Рядом храм. И у вас очень хорошие отношения с настоятелем, как я понимаю. И он нередко к вам сюда, в ваш реабилитационный центр тоже приезжает. И, наверное, это возможность пообщаться с ним и у ваших подопечных. Да, конечно. Как выстраивается это общение? И действительно ли это нужно людям, вот, с особенностями их родителям, или, может быть, это, ну, как сказать, им просто уже настолько тяжело, что уже ни до чего? Обязательно. Обязательно нужно. А родители особых детей – это тоже очень, очень непростые люди, для которых, у которых очень непростая жизнь, да, иногда она очень небогатая жизнь, да. И вот посмотреть на это на всё со стороны, как бы, даже человек, который тебя просто выслушает, это очень важно. Вот. Ну, а уж если это всё как-то происходит в храме, то есть они потом вот ездят и на причастие, на службу, да. Батюшка в субботу их, себя в храме принимает, когда народу не очень много, потому что у нас бывают такие ребята, которые, ну, могут помешать просто там, богослужению. Слушайте, так у них в городе, наверное, не всегда возможность есть в храме сходить. А здесь? Нет возможности поговорить с батюшкой, задать вопросы, потому что батюшки такие тоже всегда заняты, куда-то надо бежать, что-то там делать. И здесь они могли в таком режиме поговорить, задать те вопросы, которые их интересуют. Даже приходили мамы, которые не христианки, мусульманки, им тоже было интересно. Задавали вопросы, вместе общались. Я так чувствую, что у вас тут многие в храм пришли. Тут часто очень происходили какие-то удивительные вещи и чудеса. Вообще сам процесс реабилитации, когда он не просто работа, а когда это все-таки сопереживание, когда какое-то соучастие. Это всегда процесс обоюдный и процесс, в котором необходимо присутствие чего-то такого неземного. Самый удивительный результат, который, может быть, вы сами такого не ожидали, после вашей терапии, ваших занятий, вот что это было, с кем? Я самим с собой. Я же говорю, первое время я очень наблюдал за собой, насколько это было интересно, насколько я меняюсь в этом отношении. Про ребят можно много рассказать, много результатов есть. Но самое удивительное, если брать, то это непосредственно свои ощущения. Здесь какой-то понятный ритм, он естественный. Вот в городе я всегда чувствовала, что он неестественный, что развлечения там неестественные. Вот здесь все развлечения нужные. Наколоть дров, наколоть дров, убрать снег, расчистить лошадей, ну, все нужное. То есть если ты что-то делаешь, ты и развлекаешь себя, и в то же время какую-то работу выполняешь нужную. Давайте перечислим. Итак, ипотерапия, молочное производство, столярное мастерское, сельское хозяйство развитое. Я видел, у вас там можно кинзу купить, в частности. Пекарня. Что еще? Какие планы? Планы сейчас сделать генеральный план наших всех будущих и настоящих строений. Вот. Поскольку все то, что было, что сгорело, это сгорело, которое находилось на частной территории. Как я уже и говорил, оно стало развиваться достаточно хаотично. На сегодняшний день дом в Романово – это несколько участков, на которых находятся дома, где живут ребята. Сейчас строится дом сопровождаемого проживания. Ну, и вот, чтобы не было подобной ситуации, нужно уже как бы идти по какому-то плану, чтобы здесь появлялось то, что в нужном месте. Стройка – это всегда большие расходы. Я знаю, что про ваш дом в Романово многие люди знают и уже вас поддерживают. А когда случился пожар, то так получилось, что о вас узнало еще больше людей. И стали приходить порой там пожертвования, ну, кто-то может больше, кто-то меньше, и кто-то там по 17 рублей, например, переводил. И я помню вот это переживание Татьяны, как же так, люди нам отдают последнее, а я даже не знаю, кто этот человек, не могу сказать ему спасибо. Вот у вас сейчас есть такая возможность. Я тоже об этом подумала. Да, и вы можете ею воспользоваться, скажите. Да, я очень давно хотела бы сказать спасибо, поблагодарить тех, кто отсылал нам маленькие и большие суммы от всего сердца. Спасибо, несколький поклон. Кто молился за нас и, в общем, помогал чем мог, да, в данном случае. Спасибо большое, да, спасибо Господи всех. Не так давно мы с одним замечательным священником рассуждали о, прозвучит неожиданно, о донорах крови. Он говорит, и это тоже очень притчевая история. Представьте себе, что человек, когда отдает кровь, чтобы помочь нуждающемуся, он подстегивает свой организм работать лучше, и его собственная кровь обновляется. И чем чаще ты помогаешь другим, тем лучше ты чувствуешь сам. И ваша история, она ведь еще одно тому доказательство. Чем большему количеству вот этих вот ребят с ограниченными возможностями вы помогаете, тем больше становитесь сами людьми с возможностями неограниченными. А сейчас какие самые острые нужды у вас? Я так понимаю, что речь идет не только о стройматериалах, ведь еще и мебель, и потом даже какие-то самые простые канцелярские принадлежности, чтобы ваши ребята могли заниматься. Ну, конечно, да, конечно, все, что угодно. И самое важное, наверное, вот ржание лошадей, да, нам нужно... Да не забудьте про нас уже. Да. Они напоминают, что скоро осень, и желательно, чтобы у них была крыша над головой. Поэтому мы всеми силами сейчас пытаемся крышу им поставить. Ребята, значит, которые приезжают, они вот... Кто-то живет в палатке, кто-то живет там в столярной мастерской, и надеюсь, что дом сопровождаемого проживания тоже построится в ближайшем будущем. Ну, и какой-то учебный корпус, где можно уже будет размещать мастерские и проводить какие-то занятия. Ну, дай бог, вы знаете, я смотрю на вас, у меня есть полное ощущение, что через год здесь вот приедем, будет опять дом в Романово, еще лучше прежнего, и загляденье, и просто красота. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и вот мне кажется, вокруг вас так... такие люди, да, что излучаем, то и получаем. Подобное притягивается к подобному. Дай вам бог, конечно, и помощников, и сил на все, что вы хотите. Я сейчас не хочу вспоминать вот ту цитату из мультфильма про то, что если бы у меня была вторая жизнь, я бы провела ее здесь, в Верхнем Романово. Да, не в этом дело. Мы увозим отсюда не только итальянский сыр с трюфелями, изготовленный здесь руками особенных ребят, мы увозим отсюда понимание того, какой может и, самое главное, должна быть настоящая жизнь насыщенной и цельной. И даже если в этой жизни случаются пожары, то невероятно, наверное, и парадоксально, но так бывает. Они делают семью только еще крепче. Сегодня мы были в гостях у Сергея и Татьяны Степановых. Программы и будут двое. Прощается с вами. Увидимся через неделю. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»